Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавлял 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 DimaTorzok Пишут и говорят, что только вы, только ваш. И следующее какое-то событие заказывалось. Да, и у меня было неоднократно уже, что девушки, подружки, невест заказывают у меня на свои будущие свадьбы. Это, конечно, приятно, бесспорно. То есть уже такое сарафанное радио работает в плюс. Да, да, да. Получается. Здорово. 202-11-22, телефон прямого эфира. У нас сегодня сладкая жизнь, и мы обязательно и посмотрим, и попробуем все то, что принесли нам сегодня наши гости. Вам же, друзья, давайте немножко для разминки тоже сладкий такой фотоконкурс, наш традиционный удивительный кинокадр. Если вы отгадаете, из какого фильма кадр, который мы для вас загадали, тут же нам звоните. 202-11-22, телефон прямого эфира. Если знаете, что за фильм, думайте, думайте, быстрее, быстрее звоните, получите два пригласительных билета в кино. Ну и, конечно же, ждем от вас рецепты ваших каких-то полезных сладостей. Может быть, есть фирменный какой-то торт или десерт, что вы печете уже по рецептам бабушек, а, быть может, и прабабушек. Вот как наши гости сегодня, Саша, печет по маминому рецепту. Кстати, вот, а кто дегустатор всех этих новинок, каких-то вкусняшек, нововведений? Ну, конечно же, это друзья и родные. Это как происходит? Друзья, я сегодня испекла морковный тор. Давайте приходите, пробуйте, так? Именно так все это и происходит. Довольные, друзья, я так понимаю. Пятая сегодня есть то-то, то-то. Одна, я говорю, естественно, не справлюсь, мне нужно мнение. Мы собираемся, там, кто когда может, приходит, приезжает, пробуем, все высказывают свое мнение. Я тоже, ну, очень доверяю своему мнению, своему вкусу. И, ну, как-то происходит модернизация, там, каких-то рецептов, там, что-то убрать. Есть ли, которым не нравится? Ну, вот что ты знаешь, что-то не нравится. Ну, есть такое, так было и со мной, да, я некоторые рецепты прям, ну, категорично, ну, не хотела делать дальше. Бывает такое, конечно, рецептов, на самом деле, очень много. А у нас есть звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Здравствуйте. Как вас зовут, милая барышня? Альбина. Это наша постоянная зрительница. Альбина, расскажись, ты сладкоежка? Да. Что больше всего любишь? Что больше сладостей любишь есть? Ну, вообще, у меня мама делает и струдель, и пахлаву. Ну, наверное, самое вкусное – это струдель с мороженым. Гурман у нас, Альбина. А скажи, пожалуйста, сама что-то уже готовила сладкое? Может быть, выпекала что-нибудь, пироги какие-нибудь? Да, готовила недавно прям творожный десерт, трио. Ну, ты рукодельница, молодец. Ну, что, давай сейчас выясним, узнала ли ты, что за фильм мы загадали. Я очень рада, если ты его смотрела. Это королевство «Кривую зеркал». А что за кадр-то тут? Что происходит-то дальше, знаешь? О, это я уже не помню. Ну, понятно. Там просто такая ситуация с вареньем. Ты когда-нибудь съедала банку варенья? Да. А какого? Грушевого. Ну и как, жива осталась, все хорошо? Альбина, мы тебя теряем. Спасибо большое. Но в любом случае, ты правильный ответ дала. Это действительно королевство «Кривую зеркал» и кадр из этого фильма, мне кажется, на котором выросло не одно поколение. И, собственно, если не смотрели, друзья, обязательно посмотрите. Ну, а мы ждем по-прежнему от вас каких-то рецептов полезных, десертов, может быть, советов или каких-то фирменных ваших тортов, которые готовили ваши мамы, бабушки. Что это? Может быть, это черемуховый торт? Может быть, это какой-нибудь Наполеон или что-то еще? Что исконно едят в вашей семье? Звоните. 202-11-22. Ну, так, я так понимаю, сейчас мы раз говорим о свадебных каких-то тортах, вообще страшно все равно готовить, да, вот эту всю красоту невероятную. Ну, конечно, за каждый торт переживаешь, как за свой первый. А жалко отдавать? Единственный. Нет, отдавать не жалко. Мне что на здоровье. Мне иногда очень обидно даже, что я не вижу тот момент, когда, да, вот торт вывозят, и вот первое впечатление гостей. У меня однажды так получилось, что моя подруга присутствовала на свадьбе, которой я как раз-таки готовила торт. И, ну, это, конечно, были такие очень странные ощущения, когда она потом мне вечером звонила и рассказывала, говорит, всем все понравилось, а вот за соседним столом сказали тот, а вот здесь вот так тоже похвалили. Ходила, собирала свои какие-то впечатления, да? Я ей тоже, да, говорю, ну, ты там виду-то хоть не подала, что ты там моя подружка. Заинтересованное лицо. Да. Ну, в принципе, получается, что пока как бы все идет так, как идет, и будешь дальше развиваться как-то. Да, я как раз сейчас-таки, ну, мы, я, моя мама. Артель, артель такая. Да, да, да. Мы работаем над тем, чтобы переехать из домашней кухни уже непосредственно в помещение. Да, сейчас идет ремонт, и мы готовимся к переезду, конечно. Ну что, мы вас, наверное, заинтриговали, заинтересовали. Давайте посмотрим воочию на эти сладости, которые Александра вместе со своей компанией прекрасных помощников готовят и радуют всех нас. Мне просто действительно интересно, вот с чего ты начиналась? Что это было? Твои вот торты тоже, видимо, произведения искусства. Ну, это уже поздние, конечно, торты. Это практически одни из последних. А как вот ты начинки выбираешь? Тоже ведь это какой-то очень сложный процесс. Ну, я стараюсь как-то интересоваться о том, что любят заказчики, и уже потом как-то советовать, помогать в выборе. А как вот пришла ты к такому вот, я не знаю, оформлению? Есть художественное образование или есть? Нет, художественного образования у меня нет. Я, ну, не художник и не, там, лепкой тоже. Тренды, да, летние? Ну да. С вазебных тортов? Да-да-да-да-да. Это голый торт. Очень популярный голый торт. Да, популярный с ягодами. Детские тоже. Свинка Пеппа! Свинка Пеппа, да. Кто не узнал, тот вообще не знал жизни, если вы не смотрели этого удивительного мультика. Ну, а получается так, что у тебя постоянно какой-то непрерывный процесс или все-таки есть время отдыха там как-то? Есть время отдыха, и даже иногда я стараюсь выделять определенные дни для того, чтобы отдохнуть, потому что процесс довольно-таки творческий, отдыхать тут тоже нужно. Как бы можно было бы, конечно, каждый день этим заниматься, но я все-таки считаю, что нужно давать себе отдых, чтобы как-то восстановиться и с новыми силами снова в бой, так скажем. А мастер-классы какие-то, я не знаю, обучение какое-то? Как вот с этим, с совершенствованием себя? Я два раза уже ездила в Москву, в кулинарную школу. В прошлом году здесь была на курсах по лепке традиционных цветов из мастики. И планирую, конечно же, в дальнейшем тоже... Век живи, век учись? Да, да, да. Это профессия, которая на всю жизнь? Ну, я бы хотела в ней развиваться, так скажем. Вообще, моя мечта раньше была, чтобы у меня был такой маленький ресторанчик-кафе, чтобы там рядом где-нибудь бегали мои дети, чтобы все были рядышком. Все были рядом. То есть еще желательно жить наверху где-нибудь, на втором этаже, чтобы... Да, да, да. Ну, это в идеале, конечно, в таких девичьих мечтах. Здорово. Ну, смотри, вот мы увидели замечательные на фотографии открытые торты. Вообще сейчас очень много всяких трендов, тенденций. Следишь ли ты за этим? Какие торты, может быть, сейчас популярны? Да, конечно. Я стараюсь как бы, ну, не то чтобы отговаривать, но советовать людям, да, более модные торты. Это вот как раз голые торты. Это торты, украшенные кремом сверху, живыми цветами, свежими ягодами. Мастика, конечно, немножечко отходит на второй план постепенно. Но мне кажется, даже на самом деле, что, ну, в чем-то это и плюс. Плюс кондитеру, потому что с мастикой водиться нужно больше. Да, это, конечно... И плюс как бы к естественному, более вкусному, да, легкому, чему-то такого. Да, потому что зачастую вот этот слой мастики, который сверху торта, его никто не ест. То есть съедают то, что внутри, а это остается... И то в хороших случаях съедают то, что внутри, если оно вкусно. В основном это картинка. Ну, в большинстве случаев, как мне иногда пишут заказчики, а можно только сделать торт такой, чтобы его потом ели? Я смотрю, думаю, ну, да я других-то и не делаю, вроде всегда кушают. То есть, в принципе, получается так, что как бы ты тоже руководствуешься какими-то тенденциями мировыми и так далее, читаешь какие-то журналы? Да, конечно, я подписана на большое количество всевозможных блогов, интернет-журналов, везде смотрю, вдохновляюсь. Без этого никак, конечно. А делиться каким-то опытом своим? Были мысли устраивать мастер-классы? У меня был опыт работы. Мы снимали видеоуроки для онлайн-интернет-школы. У нас в Самаре девушка занимается этим, я с ней сотрудничаю. Это, конечно, был тоже непростой опыт, все-таки перед камерой. Но это немножечко попроще, наверное, было, чем сейчас, потому что там все-таки была мысль о том, что ну ладно, там смонтируют, если что. Было много смешных моментов, конечно. Но со временем ничего привыкаешь и вполне вообще нормально. На самом деле ничего страшного нет, потому что люди ждут от тебя что-то, им интересно твое мнение, какой-то совет. А у меня вот такой вопрос под конец, так скажем, нашей беседы. А мужская ли женская профессия кондитер? Сложный вопрос. Сталкивалась с мальчиками кондитерами? Я сталкивалась с мальчиками кондитерами, но в Москве на обучении. Даже взрослых много, мужчин там 35-40 лет есть. Но они в основном совмещают повар-кондитер. Таких вот прям, чтобы кондитер-кондитер и только это. В основном девушки, да, женщины. А не было ли желания принять в каких-нибудь конкурсах участие? Не знаю, пока что не задумывалась об этом. Так много всего проходит, интересно, мне кажется. Можно попытать свои силы. Почему нет? Я думаю, что когда я перееду в более масштабную кухню, тогда можно будет развернуться. Да, я очень жду, потому что, на самом деле, сейчас дома немножечко не хватает простора для всего того, что я могла бы предложить своим клиентам. Ну, соседям, наверное, хорошо. Вкусно пахнет из квартиры? Я думаю, что да. Они уже привыкли к этим запахам. Спасибо большое, Саша, что пришла, рассказала про себя, про свое творчество. У нас впереди также еще один не менее известный самарский кондитер, о своей кондитерской, о своем деле, о своих работах расскажет и покажет. Ну, а вы, друзья, давайте звоните нам, 202-11-22, телефон прямого эфира. Мы ждем ваших рассказов о ваших семейных каких-то десертах, что, может быть, готовили ваши мамы, бабушки и что готовите. Вы сейчас позвоните, расскажите. 202-11-22. Не переключайтесь, встречаемся через пару мгновений. Беру так, с виду, какая самая симпатичная, такую и беру. То есть чисто эстетически. Что красивее, то и беру. Ну, всегда сладкое попадается? Ну, нет, я вообще редко покупаю. Обычно это делают другие. Поэтому я не знаю. Как? Ну, погоди, волк. Все. Больше никак не знаю. Помогает? Да, ну, наверное, вроде помогает. Ну, продавца спрашивает. Там вроде продавцы советуют. По просьбе по этих дать вкусненькое что-нибудь нам предложат на выбор, на чужого выбора. Сами никак не можем. Ну, как все, по этому хвостику, который там сухой он, или мокрый, то, значит, сухой – это хороший, наверное. Ну, я точно не могу вам сказать. Потому что я не выращиваю ни арбуза, ни дыни. Ну, банальное средство – там что-то постучать, послушать. Ну, да, и как бы этим вроде занимаются мужчины больше, родители. Мы как бы девушке арбуз тяжелых не таскаем с рынков и всего прочего. Вообще любите? Отсох должен быть что-то такое, да, я слышу. Арбузы, конечно, вкусный летний продукт, которого все ждут всегда с нетерпением. Ну, точно не в июле их покупать, а там нет, не знаю. Папа этими делами занимается. Я верю продавцу на слово. А если нет, то больше не беру там. Ну, как говорили, то, что постучать по нему, если там звук хороший, точнее, не пустой, то можно будет брать. Ну, в принципе, и там корешок, чтобы был сушеный. И, в принципе, они где-то в сентябре только выходят нормально, без всякой химии. И дыню арбуз безумно люблю, и готов есть их килограммами, десятками килограммов, но выбирать я их не умею. Чаще всего доверяю либо родителям, либо знакомым, которые в этом разбираются. Но сейчас я заметила, что многие продавцы поступают гораздо проще. Они вырезают кусочек и дают попробовать. Если нравится, то забираешь с собой. Ну, я вот сейчас ничего не делаю. У меня вот подруга делает. И помидорки, и огурчики, так круче, салатики, там, с капустой, баклажоны. Картошку закупаем. Все это надо немножко, правда, держать негде, но на первый случай, чтобы все было. Бабушка делает огурцы, помидоры, лечо, хреновину. Все делает. А самое любимое что? Помидоры, соленые помидоры. К сожалению, нет. У меня дачи нет, и ни подвала, ничего, поэтому за меня заготовки не делаю. А родные и близкие? Родные и близкие, да, у кого дача есть, делают заготовки. Это салаты, лечо, это перец болгарский, баклажаны. В общем-то, такое, что можно достать и гарниру подать. Делаем. Начали снова делать. Семья растет, гостей бывает много. Ну, естественно, как обычно. Все какое-то происходит, как у всех. Положено, то есть все заготавливают на земле. Каких-нибудь экстравагантных блюд нет? Да нет, собственно. Соленые арбузы? Нет. Скорее всего, родители делают. Там и арбузы соленые бывают, и всякие варенья, и салаты, и огурчики, и помидорчики. Всем, чем огород богат, тем и заготавливаем. Продолжается наш сладкий эфир. Продолжаем знакомить вас с лучшими кондитерами нашего города. Телефон прямого эфира 202-11-22. Если вы кондитер, может быть, вы готовите удивительные вкусные десерты, или есть у вас какой-нибудь рецепт, который вам передался от мамы, а маме от бабушки и так далее, и вот он ваш семейный, удивительный. Что это за торт, может быть, что это за какой-то удивительный пирог? Позвоните, расскажите. 202-11-22. Ну, а в нашей студии появилась еще одна фея кондитерская. У нее своя удивительная. Мэри Кейк Бейкери, домашняя кондитерская. Это Мария Панькина. Маша, здравствуйте. Ну, вы тоже фея, так понимаю, которая колдует, порхает на кухне. Ваша история какова? Ведь тоже все не просто так. Да, все не просто так. Я сначала выучилась на экономиста-менеджера. Неожиданно. Неожиданно, да. А где-то через год поняла, что... Заскучала. Что-то мне не хватает, потому что я люблю вот готовить. Мне вот это нравится, весь этот процесс. Я пошла, выучилась в наш кулинарный техникум на повара. Причем меня все отговаривали, как так после высшего образования ты идешь учиться в колледж. А Маша говорила, я иду за мечтой. Я иду за мечтой, да. Я хочу понять, мое или не мое. Это вот было в 2012 году. Вот с тех пор я этим занимаюсь, собственно. Ну, а как так, я не знаю, кто повлиял? Тоже, может быть, кто-то дома готовил? Какие-то рецепты были? Вы знаете, у меня наоборот. У меня никто не готовит. Мама не любит готовить. Папа тоже как-то не особо. Ну, то есть что-то обычное готовит. Что-то обычное, да. Бабушка у нас как-то вот все застолья собирала. Но чтобы формат кондитерский был, такого вот как бы не было. Может быть, какие-то прабабушки. Ну, там что-то в формате пирогов. Вот. А такая я, походу, одна получилась. Начинатель, основатель получилась. Да, основатель, начинатель, я одна. Ну, из чего это, собственно, все начиналось-то? Вот училась, я так понимаю, параллельно в техникуме. Что-то кулинарила, мастерила. Все начиналось, я просто, я начала все это готовить, готовить и поняла, что для моей семьи этого много. Я начала друзьям раздавать, соседям. Семья толстеть начала. Всем знакомым начала раздавать. И мне просто, с одной стороны, делай на заказ, с другой, делай на заказ. И я такая думаю... Ну, чтобы окупались продукты хотя бы. Ну, да, думаю, ну, ладно, буду делать на заказ. И вот постепенно, постепенно как-то все пошло-поехало. Так получилось. А вот я тоже задавала следующий вопрос, это вот массовое, выход на массовое такое вот потребление, страшно ли? Вдруг не оценят, закидают чем-нибудь, вернут обратно. Страшно было, да. Вот первое массовое было год назад, как раз, когда был ресторанный день на Самаре. Я принимала в нем участие. Было очень страшно, потому что планы были наполеоновские, но что-то не получилось, что-то получилось. Было страшно, но потом слышишь отзывы, говоришь, что все, тебе говорят, что все у тебя хорошо, что все вкусно, все замечательно, люди берут домой, там, пакетами. И это прям душу греет. Ну, а вот, я не знаю, на чем таком вот прям специализируешься, прям вот получается вот с закрытыми глазами? Сейчас эклеры. Сейчас эклеры получаются с закрытыми глазами. Я начала еще делать муссовые торты, вегетарианские сладости тоже начала делать. Я познакомилась с командой «Зерно». Да, к нам ребята приходили тоже. Вот, и мы начали вместе работать. И вот нужно было... Как уж так, а так леров, так и вегетарианским сладостям. Ну, просто формат фестивалей, на которых мы были вот в июле, в августе, как бы гласил, что нужно вегетарианское делать. Ну, а вот вопрос с продуктами, вот с тем, что внутри, да, как это, проходит ли какой-то твой личный отбор? Или ты ориентируешься на какие-то гости там, я не знаю? Конечно, проходит. Я на самом деле в супермаркетах, в которых я покупаю продукты, торчу часами, наверное, потому что я каждый состав, так, здесь не то и поставили на полку, так, здесь тоже не то поставили. То есть каждый продукт проверяется состав, срок годности, чтобы это было свежее. Все продукты закупаются буквально за день до того, как я их отдаю клиенту. То есть все свежее, все натуральное, никаких красителей, искусственных добавок я не использую. Соответственно, срок годности у моих продуктов, ну, 3, максимум 4 дня по сравнению с тем, что можно купить в магазине. С годностью 14 дней. Ну, да, или более. Или более того. Друзья, телефон прямого эфира 202-11-22, сегодня «Сладкая жизнь», мы говорим о ней, знакомим вас с кондитерами «Самары». У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Да, здравствуйте, меня Вячеслав зовут. Вячеслав, очень приятно. Вы хотите поделиться каким-то рецептом с нами? Да, да. Расскажите, пожалуйста. Очень простый рецепт. Значит, стакан сметаны. Записывайте, подождите, сейчас все возьмут ручки и будут записывать. Как рецепт называется? Стакан сметаны, стакан муки, стакан сахара и 3 яйца. И заливается в этот обычный. И в эту духовку, и коржи прорезаются, а потом уже, как бы, промазываются. Вареной сгущенкой. И все отлично. Откуда такой рецепт? Вы сами его готовите? Нет, это мне мама передала. Это наследство. А как он называется? Есть ли название? Ну, я не знаю. Вот такой торт какой-то, домашний. Домашний торт. Вкусный, наверное, невероятно. Отличнейший. Отличнейший. Ну, скажите, вы мужчина-сладкоежка, я так понимаю? Ну, да, да. Ну, а вот что еще, может быть, такое вкусненькое, сладенькое любите поесть? Да, люблю. Ну, а что, например, что это? Торты, пирожные, мороженое, пироги? Ну, мороженое, в общем, на самом мороженое. Мы были в Туре сейчас, вот, до Перми ходили, только мороженое кушали. Ну и как? Лишних килограммов нет? У вас лишних килограммов не наблюдаешь? Ну, лишних нет. Ну, значит, надо переходить на вегетарианские сыроедческие сладости и держать себя в форме. Спасибо вам большое за звонок, друзья. Я вот как раз к вам обращалась с тем, чтобы вновь поиграть и вручить вам билеты в кино, в киномечту. Внимание на экран. Мы сейчас увидим кадр из фильма, тоже одного известного, ну, практически вкусного, мне кажется, и многим девушкам, и не только знакомого. Если вы отгадали, что это за фильм, звоните 202-11-22. Будем рады услышать ваш вариант. Ну, а мы тем временем продолжаем с Машей беседовать. Маш, ну, а ты вот учишься, я не знаю, тоже как-то... Я учусь. Кроме того, что ты специалист, кондитер, повар и так далее, что еще ты в себя впитываешь? Я впитываю все знания, также подписаны на многие блоги, на многие странички в социальных сетях, известных кондитеров, московских, зарубежных. Тоже смотрю, наблюдаю, вдохновляюсь, стараюсь что-то свое тоже самое приносить. Каждый день учеба, на самом деле. Каждый день нужно учиться. Не только кондитерскому, вообще любому делу нужно учиться. Ну, а бывает так, что не получается? Вот прям вот не получается, и все, прям до слез. Бывает такое, и до слез, это когда плохое настроение, на самом деле. То есть все-таки зависимость есть от этого, да? Есть, на самом деле. Ну, у меня точно есть, потому что я стараюсь всегда готовить в хорошем расположении духа. Я, потому что я посылаю туда... Лучи добра. Лучи добра. Я, на самом деле, некоторые слова говорю, когда готовлю. Колдуем немножко. Колдуем, немножечко колдуем, да. Вот. Счастья, добра, любви, достатка. Килограммов лишних. Лишних нет. Полезных, да. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, это Настя. Настя, вы сладкоежка, Настя. Давайте признавайтесь, пока вас никто не видит. Однозначно. Что любите больше всего есть? Наверное, шоколадные кексы. А сами готовите что-нибудь? Ну, по возможностям. Ну, а за что бы вот сейчас, ну, не душу отдали, а съели бы много-много и даже вот не поморщились? Ой, да все, наверное. То есть шоколад на первом месте? Да. А какой это, не знаю, шоколадный фандан или, может быть, какие-то кексы, брауни? Что любите? Брауни. Ну, я думаю, что, может быть, нам сейчас кондитеры-то подскажут какой-нибудь удивительный секрет изысканных, удивительных, вкусных брауни. Давайте отвечайте на вопрос. Настя, что за фильм? Это фильм о «Вели». Смотрели. Вы знаете, нет, но просто знает этот фильм. Как же так, Настя, обязательно закупайтесь вкусняшками, усаживайтесь перед телевизором и смотрите этот фильм, который очень многие называют действительно одним из лучших. И самая главная роль, которую здесь сыграла Одри Тоту, она, собственно, ей и принесла. Ее большую известную французскую звезду и, собственно, знаменитостью стала она именно после этого фильма. Смотрите обязательно. Ну, так что по поводу рецептов? Саша нам говорила, что какие-то все-таки бабушкины, мамины есть. Пирог, торт медовый. А свои какие-то рецепты есть или все-таки это тоже какие-то аутентичные, старенькие где-то там в книжке? Семейных рецептов нет. Сама все? Все сама, да, то есть я находила, пару лет назад находила в интернете какие-то рецепты, пробовала, дегустировала. Мне что-то нравилось, что-то не нравилось, я что-то добавляла и в итоге получились мои универсальные рецепты, которые я никому не рассказывала. То есть это professional secret. Да. Понятно. Давайте посмотрим на ту красоту, которую Мария создает в своей кондитерской, своими руками. И с чего начиналась любовь, я так понимаю? С тортиков, в общем, начиналась. А это что такое? Это трайфлы. Боже мой. Это слои бисквита, крема, ягодные начинки, сверху шоколад. В данном случае это шоколадно-вишневый трайфл. То есть съел и все, умер от счастья, мне кажется. Как минимум 6 штук вот эти все. И Настя, это для вас специально. Какая красота, рассказывайте, что здесь есть. Это был тяжеловесный тортик. Тяжеловесный? Да, он весил что-то 3,5 килограмма. Это на Новый год были подарочки знакомым, друзьям. И тоже под заказ оленята. А друзья вообще, как относятся к тому, что вы такой кондитер-кулинар и можете снабжать их дозой сладости? Они очень рады, когда я говорю, у меня новый продукт, мне нужны дегустаторы. Они говорят, приезжай. Просто приезжай. Приезжай, приноси. Приезжай, чай у нас есть, а с тебя вкусняшки. Ну, я так понимаю, что лучшим подарком может стать как раз-таки это корзинка каких-то сладостей, да? Да. Вот на самом деле сейчас друзьям я в основном дарю торты. То есть я им говорю, не покупайте покупной торт в магазине. Я вам привезу, он будет вкусный, отличный. Будет вам подарок и вкусный, и сладкий. Ну, вот насчет красителя, а все-таки чем подкрашиваете? Ягодным соком. То есть все так просто? Да. Казалось бы. Ну, а вот есть ли какое-то вот фирменное что-то такое, прям вот, что как вот готовится, ну, вот просто на ура и всегда сметается? Луковый тарт. Луковый? Луковый тарт. Я не ослышалась. Да, он не сладкий. Это открытый пирог с луком, заливается сливками с яйцом или сметаной с яйцом. Раз, сходится на ура. Говорит нам кондитер. Говорит нам кондитер. С луковыми тартами. Да, вот сколько вот было мероприятий, и потом люди приходили и спрашивали, не капкейки или пирожные? Где ваш луковый тарт? То есть получается и на все руки мастер, и так могу, и сладостенького, и чё. На самом деле я ещё хлеб пеку иногда, ну, для себя, я не покупаю хлеб в магазине. То есть бездрожжевой какой-то, на закваске? Бездрожжевой, да, на закваске. Очень многие, кстати, хозяюшки интересуются, действительно ли он какой-то такой полезный, вкусный, и просто с ним, с бездрожжевым хлебом. Ну, самое главное сделать закваску хорошую, чтобы она вывелась, потому что у меня бывало... Закваска вывелась? Какие новые рецепты, термины? У меня бывало то, что плесень появляется в закваске, и приходилось её выкидывать заново, да, всё начинать. Поэтому вот так вот. В принципе, то есть всё на своём личном опыте? Да. Ну, а вот делиться этим опытом, вот я про мастер-классы спрашивала. Пока мастер-классов нету, как-то не думалась в этом направлении. Ну, хотя бывает спрашивают, будут ли мастер-классы, но это какие-то единичные случаи. Нет такого большого спроса на мастер-класс, поэтому пока не делается. А у нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Нина Яковлевна, я вот хотела спросить, а где можно купить вот эту всю продукцию, очень вкусную? Давайте я сейчас вам тоже вопрос задам, Нина Яковлевна. Расскажите про свои любимые тортики, десерты, что, может быть, вы готовите, или вам в детстве готовили, что вспоминается? Ну, я в основном готовлю для своих мужчин, у меня возраст, возраст уже, я, конечно, стараюсь поменьше кушать сладкого, но вот я хочу спросить молодого кондитера, как это она умудряет такие хорошие вещи делать и в такой форме выглядит. Она сама кушает или нет? Понятно. Спасибо большое. Оставляйте свой телефон, если не оставили нашему администратору Юле, передадим номер нашей Маше, она с вами созвонится, вы пообщаетесь по поводу каких-то вопросов, где что, как купить и так далее. Форму, как мы держим? Сашу тоже надо было спросить об этом. Вот такие стройные, замечательные, так понимаю, бегаем с утра и до вечера на кухне? Бегаем, да, с утра и до вечера на кухне, на самом деле я кушаю свои изделия иногда, но редко. Раз в месяц? Но редко, бывает, что где-нибудь какой-нибудь эклерчик в ней попадет. Вот, бассейн, летом, зимой бассейн, велосипед летом, сноуборд зимой. То есть спортом я занимаюсь. Ну, не злоупотреблять все-таки, сладости это сладости. Да, сладости, нет, конечно, бывает, что вечером как-то накатывают и хочется капкейк с чайком, бывает и такое. И не один. Нет, больше одного в меня не влезает, честно говоря. Ага, ну вот, вам повезло, друзья. Так можно, мне кажется, и три, и четыре, так, под хорошие ты фильмы, хорошую компанию. Так что спорт, на самом деле спорт. Правильное питание? Правильное питание или его отсутствие? Ну, то есть, или просто повезло Маше и Саше сегодня, просто повезло с тем, что они просто мастера своего дела. Они радеют над тем, что творят, и просто не откладываются. Они не успевают, мне кажется. На самом деле, столько работаешь, столько бегаешь, столько переживаешь. Нервы тоже затрачивают много калорий. Ты не спишь иногда ночами, если какой-то фестиваль или мероприятие, даже свадьба, если кандибар готовишь. Не спишь, и есть тоже некогда. Ну, а вот по поводу свадеб, я так понимаю, сейчас сезон, да, тоже? Порой, сколько максимум за ночь ты однажды приготовила тортов? Вот за ночь тортов можно три-четыре сделать, и при этом еще где-то сотню капкейков или пару сотен капкейков. Но это вообще не спать до утра. Зато потом получать прекрасные отзывы. Да, на самом деле, когда ты видишь людей, которые едят продукцию, уплетают просто, да. И на самом деле так становится приятно. Я люблю видеть, когда людям вкусно. Когда люди хорошо кушают. Когда люди хорошо кушают, это вообще замечательно. Это же для повара лучшая похвала. Да, на самом деле для повара лучшая похвала, когда люди молча едят. Не отвлекаются, да? Да, не отвлекаются. Значит, им вкусно, они не хотят разговаривать. Им очень вкусно в своей тарелке. Ну, а у тебя в планах есть переместиться, куда-то расшириться? Да, моя кухня уже тоже для меня слишком мала. Могу представить. Вот, и печка моя тоже не всегда справляется с этими оборотами. Мы хотим вот с командой «Зерно» объединиться, возможно. Для чего-то приятного и вкусного. Для чего-то приятного, кондитерского, сладкого и вкусного. Здорово, но искренне желаю, да, чтобы все получилось. Потому что так вот уж повелось, что кто загадывает в нашей студии какие-то волшебные себе мечты, и они все исполняются. Спроси у Юли Кузнецовой, она тебе об этом расскажет обязательно. Спасибо большое вам, друзья, что были с нами. Сладкой вам жизни. Ешьте сладости, не бойтесь поправиться. Живем один раз в конце концов. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания.